ребятушки всем приветики это прачечная и сегодня у нас как всегда александр вербин очень много одежды на нем сколько слоев 47 самый красивый человек в мире ему идет все даже мешок от картошки я говорю с интонацией свадебного ведущего а это гашанчик великолепнейший амбассадор фред пэри в россии просто лучший копиратель страны и здравствуйте гашанчик здрасте арка а сейчас камчатского выдашь лови камчатского сашок ну что в отличие от паши мы с саши сегодня где в путешествие мы приехали в гости в питер поэтому хотим сегодня обсудить путешествие о а вот интересно наши зрители бывали в путешествиях знает что это вообще такое я кстати недавно слышал про человека отдаленно который строил карьеру в лондоне ему 30 плюс лет его ни разу за пределы лондона не выбирался при этом в карьере все хорошо одобряем такие одобряем полностью ну типа он строительным работал и рыл карьер и в карьере он за 30 лет такой карьер урыл это аплодисменты это действительно блистательно выключили я думаю что все уже этот подкаст пока мы не начали вообще нормально мне доложили что во первых со времен последних прачечных 22 год плюс 20000 подписчиков на моем канале следовательно если мы пробьем 20000 просмотров у гашанчика любителя фред перри возможно появится такая татуировка на теле абсолютно обязательно до 20000 просмотров такой возможности не имеется 20000 и гашана идет выбирать себе на ту мастера потому что очень сложно сделать такой эскиз это правда реально это просто вам сигнал подписывайтесь бить в колокольчик смотрите прачечные отправляйте друзьям мы будем безумно благодарны все верно так и будет все давай уже к плану а то динамика вообще нулевая подка ну да потому что и начал рассказать про мою татуировку зачем-то выдуманную а собственно человек который строил карьеру в лондоне кажется он не любит путешествие он больше любит сидеть дома как вы мои друзья вы больше любите путешествие сидеть дома я честно скажу когда я вижу у человека например ну раньше так было в анкете во вконтакте увлечения путешествие и когда что-то любишь я люблю путешествовать это просто надо быть конченым дебилом банальным чтобы такое выдать а кто вот не любит путешествовать ну я люблю музыку путешествия я такой интерес и еще друзья нет еще кино кино нормально и русские сериалы конечно но вот путешествие это гипер банально путешествие мне кажется любят все путешествие это просто база жизни то есть ты бы серьезно выбрал путешествие они посидеть дома ну ты главный амбассадор дивана лежание на диване диванозавр ты знаешь путешествия же бывают разные например как артемий лебедев путешествует я бы не хотел сольно по каким-то странным странам чтобы просто набивать себе вот эти фраги чтобы собрать все эти страны одному мне впаду но в целом подобрать формат путешествия чтобы мне было по кайфу конечно да удивлен а ты рожок я бы давай ссорит давай я смотря на то что я золотые вопросы еще я все-таки я удивлен потому что я думал что ты будешь на моей стороне и у нас будет двое против одного и не знаем пока как ответить сашка я жесткий домосед и чем старше я становлюсь тем больше я становлюсь домоседом тем тем больше мне лень ехать даже в питер хотя это как бы ну не так уж далеко из волок до ехать еще куда там в другую страну это еще сложнее мне даже представлять об этом тяжко я сегодня сюда на эту запись я прилетел на самолете из череповца а чтобы доехать из волок до череповца мне надо было заказать такси я заказал такси ночью в 4 часа ночи должно было приехать такси я понимаю что вся наша запись зависит от одного водителя или который в 4 часа ночи в волоке должен был приехать меня забрать я разговаривал с людьми и говорил типа как думаете я проснется или 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 нет или все сорвется там другие мои планы все выходные и одна девочка с которой переписывался сказала что ну ты просто как бы ты думаешь что вселенная заготовила для тебя что-то плохое а надо думать что вселенная как бы все тебя отдает заготовила для тебя самые лучшие или я обязательно приедет и заберет а почему елена блиновская не приглашает и я я понял она сейчас на отдыхе на путешествие домашний и она сейчас домосед как раз она выбирает сидеть дома как и я я понял что я реально всегда когда я думаю о путешествии мне кажется что все пойдет против меня я потеряю паспорт я забуду вещи это было выходить из дома это я никогда не забываю что я просто ношу я перепутаю рейсы я чуть куда-нибудь не туда приеду меня грабят меня обязательно кинул вот это вот все как такое тоже есть причем реально блин извини что я перебиваю что сашка вербин вообще не участвует в подкасте а я готов послушать мне кажется сейчас классов миллион только набрался на прямо сейчас лайк реле если так лучше но просто у меня было свадебное путешествие и изначально я думал что как будет типа свадьба проходит сутки и потом едем куда-нибудь в турчагу или куда-нибудь еще в теплое место какие там они есть ну понятно такой список сейчас не очень длинный и тут меня ли она говорит слушая нахер нам очередная турция мы там уже были а я вот ни разу не была в европе а погнали к в европу и я такой типа ты вообще заходила давно приложение там авиасейлз заносите деньги ван ту три ну ты понимаешь во первых что это не дешево во вторых надо ладно еще как бы на свадьбу там было бы для свадьбы заживет да а во вторых там задолбаешься лететь просто задолбаешься если тебе еще визу не дадут а если чё-нибудь еще если а как отели бронировать у нас же нет этой замечательной карты которые везде работает у нас видите с картами некоторые сложности последнее время вот это она мне говорит ты не хочешь просто ну вот есть препятствия мы сейчас преодолеем и будем в европе и чё ты запариваешься это ну потерпишь ты какую пересадку но сделаю я визу и откуда не дадут визу в итоге поехала делать визу я сначала думал что конечно же кинет мужик который помогает заполнять анкету потом выяснить что это какое-нибудь потом подставное посольство или консульство италии что это не визовый центр а просто какая-то шарага вообще лютая потом я думаю что просто не дадут визу потом я думал что курьер который визу доставляет из москвы питер ну конечно же как илья где-нибудь потеряется и он кстати действительно не сразу доставил ту визу но в итоге виза была билеты мы купили да с пересадкой дай дорого но купили и вот мы приезжаем в аэропорт уже после свадьбы а я такой были ехать в этот рим лучше бы сейчас мы такие уставшие после свадьбы куда-нибудь в тепло и полежали бы да и мы приезжаем в аэропорт это написано типа стамбул мы летели через турцию стамбул хотя в турчагу не хотели так вот стамбул и типа 251 написано мы подумали что это вот этот гейт где надо проходить получать короче посадочные 51 это не гейт это значит регистрация да короче это был гейт а мы пошли на регистрацию 51 даем свои паспорта проходит минут пять за нами очередь огромная уже собирается и женщина зовет других женщин там галя галя их нет в списках их не списках их нет а у тебя пукан подгорает я такой стою думаю вот мы и долетались я думаю ульяны подгорает пукан что паша оказался прав вот путешествие то и сложилось вот и случилось и нас прошу так еще раз у вас какая авиакомпания мы такие но туркиш вот это airlines а вы посмотрите на табло там какая-то ну уровня белая что-то такая эта херня белая на просто говорю а то а там было написано на табло 51 женщин такая не плевать что там было писано вам вообще не сюда идти поедите вот а перед этим реально 5 еще 8 такие какие-то проблемы ничего себе а нас интересно пустят конечно спустят быть вы нормально стоите вам вот тот конец аэропорта ну и там уже естественно все было за минуту и в итоге опять же путешествие 2 мы потеряем карточку мы потеряем наличные деньги наличные деньги на распихать вовсюда чтобы если потерять то не все трусы с карманом как больше не угодно на русалке нет таких трусов да и есть кого и типа в неаполе ограбят представить ствол горло время простые сумки вытащат телефон ничего этого не случилось вот после этого путешествия которое не просто далось точки зрения логистики вис так далее и ни одного эксцесса не было вот вообще как говорят всякие мудаки безграмотные ублюдки от слова совсем вот от слова практически вот все было идеально и мне кажется я уже больше не буду бояться путешествий но причем у меня ни разу не было каких-то там знаешь украли все документы потерял все деньги какая-нибудь случилось же ни разу все время меня путешествие типа больше двадцати в жизни и но каждый раз я моделирую что может произойти какая-нибудь у меня два раза в жизни крали кошелек и это было не в путешествии с дома опаснее надо в путешествие ехать сашка вербин наконец-то вступай но у меня будет немножечко на эти философские философское рассуждение тогда не надо короче я всегда думал что я жестко люблю путешествие если был варю куда-то поехать я всегда туда рвался все дела да но мне еще везло то что у меня друзья тоже любят путешествовать имеется время говорит вот типа мы едем туда и гребну конечно еду с вами особо сам не запаривался ничего не придумывал там сидела все было четко не надо было ничего придумывать но все равно в любом случае я путешествовал много и с кайфом а сейчас как бы по сути у меня такое ощущение что я до сих пор я сейчас живу в белграде а нет ощущения что я как бы типа домосед и сижу дома как будто бы до сих пор путешествие сейчас я приехал в питер такой думаю о ну домой наконец приехал сейчас вот опять полечу в путешествие и по-то вагобунт клау короче я вы какой-то вагобун да и поэтому я очень стал жестким домоседом ты вот думал что будет два против одного в итоге чувак два против одного потому что это любитель путешественников а если клуб любитель путешественников короче да чуваки дома очень хорошо если вам комфортно дома ну конечно сгоняйте куда-нибудь там путешествуйте все нормально но в целом дома дома просто прекрасно нет следующий вопрос все-таки не про дом а про способу передвижения как вы больше всего любите путешествовать на машине на поезде вот кто-то любит вот эту поездную романтику я например ее ненавижу это просто мрак я я зато люблю самолеты реально я люблю аэропорты и города и самолеты мне очень нравится что вот лететь из череповца до питера час а ехать на поезде 12 часов и мне якобы не понимаю зачем выбирать 12 12 раз дольше когда можно двенадцать раз меньше выбрать причем и проступили за это у нас раз больше вот и и я не как бы забил конечно меня пенисом они на мысли понятно да да и еще я люблю ездить на тачке ездить на в путешествие на тачка типа из города в город потом мне не так не на такой . но это был бы супер я бы в целом прокопился если у меня пригодить потому что я обожаю такие путешествия что я не водитель я не умею водить это уважил я ничего еще не разбираюсь даже типа когда меня водители водители это поменять удовольствие когда меня спрашивают что не блять подскажет руль я не знаю ты водитель я просто буду включать музыку что-то короче кайфу от этих путешествий что обычно меня просто забирает как бы куда-то ведут там потом ты развлекаешь да стендапер да ну иногда я даже не развлекаю хуярить вот говорю блять можно как-то лучше водить почему так плохо едем я лично жестко за путешествие на поездах серьезно ты безумие даже аватарка была из поезда была авокадо сих пор стоит ужас это короче в чем кайф когда но тут ремарка небольшая что в поездах конечно надо ездить тусовкой причем в плацкарте хорошо в купешке хорошо в свешке тоже прекрасно замечательно первый раз проехался в сербском поезде в свешке замечательно и тусовкой ты называешь женой дочь но это было офигенно конечно чувак тусоваться можно вообще по-разному мы так с ней нажрались с владой короче поезд курятина всякая да сразу яички побил ну вот запах и поводу а носки как воняют шикарно мужик но это же шик это обожаю вообще просто прекрасно идеально редкостное дерьмо едешь такой потеешь там еще если летом я считаю что поезда это просто дрянь редкостная причем но самый облом что раньше летали в воронеж как завещал гашан за два часа из питера сейчас некоторые проблемы с этим и приходится пиздечит на поезде причем там типа воронеж больше не составе россии нет воронеж просто не особо принимает самолета пока составе давай не будем посягать на на целостность вот это старый регион и короче туда только на поезде ты добираешься например 16 часов кондиционер включается не сразу билеты надо как-то вырывать но если ты не хочешь плацкарте ехать бляцком и это все долго муторно и вообще плюсов и на дизеляцкий короче поезда вот у меня концепция небольшая значит едешь на тусовку какую-то не знаю вот мы ездили с пацанами в аппатиты кататься на лыжах кировске туда мы специально купили билеты на поезд проехались туда не помню сколько часов на 15 может быть что-нибудь такое попили там пивка офигенно потусили пожрали посидели под конец я конечно уже задолбался поэтому когда самолете такого бы не было поэтому обратно когда мы уже уставшие после тусовок мы спокойненько на самолетик сели и прилетели вообще не запаривать поэтому я типа за то чтобы начинать тусовку вот так вот вместе где в одном ты собрался и и едешь а если ты один куда-то фигачишь то конечно на поезде на хрен ехать ту нога и я не сапсан есть важная дилема да ты вовремя упомянул сапсан потому что сапсан идет четыре часа из центра в центр самолет в москву два часа ну или час сорок но тебе надо добраться до аэропорта ты прилетаешь я знаю откуда тебе там опять же надо заранее добираться тебе потом до центра москвы тоже добираться на такси в итоге по баблу выходит примерно то же самое по времени тоже так же но у тебя в сапсане более удобное кресло ты в сапсане можешь посидеть в интернете самолете вряд ли да собственно вообще великолепный поезд великолепный это он даже не входит в категорию поездов по моему да поезда и но при этом самолет это самолет сапсан это птица типа летает алло но не но ребят я очень доволен что вы мне оба начали объяснять что сапсан это все-таки поезд и я думал что это нахуй такое ну правда он это вообще какой-то другой опыт это не похоже вот на эти плацкарты и купешки но я считаю что если ты едешь в сапсане то тоже будь добр свари яичек типа нормально там поешь перекуси потому что ехать долго ну типа угости соседей познакомься с ними естественно билеты только за столом набрать да причем я знаю только одного человека фанат этого стола вонючего у меня папа несколько раз просил типа купи мне билет не помню почему я сам не мог купить и седан покупал застала грида к это же лучше игры все лучше на какое-то чужое хлебало смотреть всю дорогу и так вот многих это поджимать стол это худшее место в сапсане не берите никогда если ты опять же не тусовка или да это правда я когда набил эту татуировку я возвращался как раз таки из москвы и только смотал скотч и у меня был куплен матч тв купил мне билет в столовку так столовку там за столом нормально посидеть потому что у тебя депозит типа два косаря ты заказываешь еду и я сидел за столом и напротив меня сидела маленькая девочка если так чтобы я дышала сатуировка девочку маму что это такое у дяди а что это такое я такой маленькая тварь сколько же можно но неудобно сидеть за столом факт с такой татуировкой да то понятно давайте перейдем от этой микро истории про татуировку про плохую поездку на сапсане что удивительно как будто бы ваши худшие путешествия в жизни и тут я как раз первый отвечу как и всегда в целом в этом подкасте несмотря на то что я хейтер путешествий в этом подкасте у меня нет худшего путешествие я вспоминаю все свои путешествия у нас один человек как раз отправился в путешествие гораздо клауров уходят до прада и так я главный хейтер путешествие я вспоминаю все своих путешествий а и к сожалению все предшествия были отличная я не помню pela путешествие я бы такой блять ну там вот такое случилось вот такая неудача все всегда было супер поэтому я верю оптимистично что худшие путешествия всегда впереди. Будем надеяться, что, например, в этом путешествии меня ограбят, изнасилуют, убьют, вот что-то такое произойдет, как я и говорил. Это прекрасно. Я, кстати, тоже думал, я не мог придумать, когда мне действительно не понравилось путешествие, ну, не вынужденное, скажем так, а такое, которое поехало отдыхать, вот что-нибудь такое. Я просто подумал, что, в принципе, я могу назвать поездку в Ригу, кстати, одной из немногих путешествий за границу, если не единственное, да, твое. Ну, нет, не единственное, но одной из немногих. Вот, и мы приехали в Ригу с пацанами, я что-то там заболел прям по дороге, и я, получается, поехал в путешествие, просто в дом валялся, пока чуваки ездили тусить офигенно. А я завидовал Сашке так в этот момент. Это, и, как бы, получилась такая ситуация, что, когда смотришь, как твои друзья куда-нибудь поехали, и видишь, как они офигенно тусусь, думаешь, блин, что зафигал, почему я тоже, типа, с ними не поехал, с ними не тусусь, а я, получается, с ними поехал, и, в итоге, ни хрена не тусовался, и только слушал историю о том, как Шпак наблевал в такси. Ну, это любое путешествие. Не, ну, типа, я вызвал такси Шпаку, Шпак приехал, в нем наблевал, потом, типа, еще одно такси наблевал, и, в итоге, я вот эти все великолепные истории просто провалялся на диване. Я бы с таким удовольствием посмотрел на диване. А если бы он тебя наблевал, что лучше, на диване, или чтобы на тебя наблевали? Ну, это надо спросить у вашего господа, потому что на него наблевали, как раз, в той поездке. Чтобы он выбрал, да, типа? Я очень, я очень удачно сел спереди, вместе с водителем, как бы. А надо сюда кружочек его вставить, зададим ему этот вопрос перед монтажем. Да, супер. Ну, что же, выбор, на самом деле, не простой, потому что, если на чистоту, то болеть я не очень люблю, и быть облеванным кем-то, ну, тоже сомнительная перспектива, предполагает определенные неудобства. Но, подумав, я выберу все-таки второй вариант, чисто ради истории, чисто ради истории, чтобы потом рассказывать ее братикам и их веселить. Да, поэтому это открытый вопрос, я не готов на нее отвечать, надо пробовать. Ну, вот тема с болезнями, да, она рабочая, потому что мы поехали в Турцию с родителем в 2000 году, это был мой второй полет на самолете, и мне казалось, ну, первая заграница, Турция, тепло, и за две недели я заболел дважды, то есть, там был джип сафари, я помню, что с этого джипа сафари, я вот так вот, знаете, как, ну, вот уже, казалось, в реанимацию сразу меня привезут, потому что там я то ли пропотел, то ли простудился, ну, просто у меня закатывались глаза, не знаю, была дикая температура, все это было предельно ужасно. В целом, все свои детские путешествия я заканчивал, что в аэропорту на обратном пути, я сидел вот так вот с градусником и принимал таблетки, это было нясь. То есть, болезнь, путешествия говно полное. В Египет ездили в этом году, в марте, на дней 6, и там просто сразу же дали пожрать в самолете, я взял оливку, или как это называется, ну, короче, с косточкой. Оливка. Да. И Ульяна уже, в этот момент еще девушка, она уже схавала и говорит, там очень твердая косточка, аккуратно ешь, у тебя же брекет, я такой, да-да-да, я же не дебил, беру, короче, туалетку, и у меня нахер отваливается брекет, потому что я забываю тут же, что она мне там говорила, ну, и в первый день это происходит, меня это дико бесит, потому что он болтается на этой леске, мы приезжаем, выясняется, что море адски холодное, ну, просто туда не зайти вообще, в марте, в Египте, что можно только в бассейн ходить, я думаю, блин, а что мы не поехали в Ленобласть, какой-нибудь теплый бассейн, и, в принципе, было бы то же самое. И вообще ужасно, ну, на третий день я ещё и отравился, просто так отравился, что ловил судороги, не знаю, неврологические или какие ещё, когда ты просто орёшь от боли, и без таблетки оббесбола тебе нормально не восстановиться. Я звоню на рецепцию, говорю, дайте таблетку оббесбола, они говорят, окей, 100 евро. Ого! Я говорю, давайте я ещё часик потерплю, а потом уже 100 евро занесу, и за этот часик, к счастью, стало чуть получше. Ну, в общем, Египет не зашёл, больше туда не поедем, нахер Египет. А самое, ну, бездарное путешествие, в 19-м году, короче, встречался с девушкой, потому поругались, достаточно долго почти не общались, потом что-то снова заобщались, решили, что надо бы поехать уже как друзья, конечно же, в Барселону, купил тур, вот, и приехали. Важное сокращение. Да, приехали туда, и через два дня я что-то так заебался вообще от наших ужасных, отвратительных отношений, что просто взял себе обратный билет и улетел нахер оттуда. И ещё меня, кроме этого, меня выбесило, что это был отель с бассейном на крыше, а я себе представлял бассейн на крыше, что это что-то вау, а там бассейн на крыше, ну, для Эльдара Джаракова из нашего подкаста про музыку, то есть, ну, совершенно вот такой лягушатник, и я подумал, в принципе, ради чего мне здесь оставаться. И очереди в столовке были чудовищные, и я решил, что надо бы в Петербург работать. То есть, отпуск вместо восьми или семи дней продлился два, и я вернулся заряженный, выпил швепсика в любимом 24-часовом магазине около дома и ночью, и просто почувствовал себя максимально счастливым. То есть, у меня такая традиция была. Я в тот год дважды возвращался откуда-то и пил швепсик ледяной, и балдел, и думал, что дома всё равно лучше и домоседом быть пить. То есть, три херовых путешествия я легко наберу, но глобально хороших больше в разы, согласен с Гошанчиком. Ну, вот всяких инцидентов, типа ограбили, убили, не было. Особенно убили. Ограбили немножко было. Ты любишь, что-нибудь, по-всему, в отелях останавливаться. Да, да. А парты... Вот мне кажется, Санёнчик главный фанат такой темы, как останавливаться у друзей. Потому что, во-первых, он всегда, когда я приезжаю, он всегда хочет, чтобы я останавливался у него, куда бы я ни приезжал. А мне как бы, я больше люблю, я больше всего люблю жить в апартах каких-то, потому что там как бы, ну, в отелях тоже круто, ну, зависит от отеля. Ну, в апартах тоже зависит от апарт. И у друзей, кстати, зависит тоже иногда, да, от друзей. Вот к тебе, Санёк, ну, как бы не очень хотел приезжать. Не, не, к Санёку супер, потому что Санёк супер радушный. Но я люблю как-то, ну, не люблю напрягать кого-то, люблю там спать столько, сколько хочу, там. У Саняка там туалет вечно занят, Саня, комнату, про как бы, ну, что делать. Вот. Я, в общем, больше всего люблю останавливаться в апартах каких-то, потому что ещё там можно... Свободно в туалет сходить. Да, это первое, самое главное, в любом путешествии. И там как бы я представляю всегда, а вот если бы я тут жил вообще всегда, как бы вот какая-то новая жизнь в этом городе. В отеле сложно такое представить, потому что ты как бы не живёшь в отеле. А если ты за Мауренью или Дик Адвокат? Ну, то есть это тренеры, которым снимали гостиницу просто постоянно. Ну, они же... Ну, они, наверное, живут в таком, типа, роскошном номере, типа, который прям похож на хату. Ну, так бы хотел? Так бы мечтал. Я же обожаю путешествия. Да, согласен. Я тоже ненавижу. В общем, я за апарты, ты за отели. Ты просто за меня решил? Ну, ладно. Ну, я... Ты сам сказал вначале. Ну, блин, отели супер, потому что, по-моему, почти все супер, но просто ты так про апарты начал рассказывать, что это вообще что-то невероятное. Но часто бывает вот это ублюдство, вот я вам сейчас принесу ключи. Ты же про эти, типа, про квартиры? Да, ну как-то у меня всегда нормально с этим было. А последний раз, в последнее время, точнее, через AirBnB, а потом после AirBnB тут другое уже. Посуточная рука, понимаете? Короче, везде ключи как-то оставляют так удобно, что ты просто сам их забираешь, обычные все. Слушай, ну, в отеле, например, блин, сейчас грязь пойдет. В отеле, допустим... Проститутки бывают. Бывают, кстати, да, в отеле, например, Бета Измайлова или Космос на ВДНХ. Бывает очень много проституток. Но давайте мы возьмем, типа, условную гипотетическую ситуацию. Предположим, что у Гошана появилась девушка, и у нее месячные, конкретно в этот момент. Интересные предположения, давайте продолжим. А давайте это действительно все представим. И Гошан привел ее в отель, и им очень хочется потрахаться. И если ты в апартах, то тебе будет немножко неудобно перед хозяином, потому что он... Просто он стоит там прям, да, и смотрит? Ой, это что такое? Я даже не сдавал апарты! Почему, типа, все красное, почему у тебя в крови еще? Вот, типа, отзыв о стоятии... Да, в неприятную ситуацию я, конечно, попал. Да, чувак, я до сих пор это представляю, а сама голода. Я вообще в шоке. Так если месячные, ты не будешь трахаться? Почему? О, вау! Вот это интересный у нас поворот подкаста. Нет, ну, гипотетическую... Ну, смотрите, если у нас переход, как бы, подкаст от путешествий на тему секс во время месячных, я, как бы, я не буду трахаться реально во время месячных. Так я тоже зачем это делать? Да, блин, я готов потерпеть. Знаешь, что я хочу сказать про паштеты? Паштеты-то пират, который покорил Красное море. Вот тут абсолютно согласен и прошу выдать Камчатского. Продолжаем о путешествиях разговор. Значит, все-таки, да, плюс в отеле и есть. Ну, Паша не рассказал, но в целом каждый может домыслить, что в отеле, как бы, там можно кровью весь номер измазать. Там всем насрать. В апартах нельзя такого. А у друзей, чувак? У друзей вообще, если ты приехал к друзьям, не дай бог у девушки месячные. Я вообще в шоке, как бы, что в поездках, надо еще думать о таких вещах, как месячные у кого-то. Ну, давайте тогда. Как-нибудь. Как-нибудь попробуем перейти к такой теме, как ваше лучшее путешествие. Есть у вас прям одна история про лучшее путешествие? Я готов вначале, как самый, видимо, насмеявшись. У меня в прошлом году была забавная история, что я приехал на Первый Майский в Питер отдыхать. Правда? Забавно. Я когда приезжаю в Питер, я не ощущаю, что я приехал прям в путешествие. Я как-то в себя все еще здесь как дома чувствовал, хотя как бы... Да, понятно. Да. И, значит, я приехал на Первый Майский чисто сколько там, два или три денечка потусить с Санечком, там, возможно, с Пашей, еще что-то поделать. Вот, потусил. И так все, что-то нормальные тусовки. Меня все спрашивают, а когда ты уезжаешь? Я такой, ну, да пофиг, останусь на Вторые Майские. Ну, и там немножко поработал между этими выходными, остался на Вторые Майские. И потом Филипп Хмаров говорит, слушай, а что ты на мой концерт не хочешь сходить? Там, в Писко, супер, отлично потусим. Я такой, ну, еще получается там недельку остаться. В гримерку, кстати, сходили. Да, да, супер, остаюсь еще на недельку. Так ты и дожил в Питере до сегодняшнего дня. Нет, потом еще спектакль, на который я давно хотел сходить. Еще через неделю после... Да, шатуны, по-моему, Лего. Через неделю после концерта Филиппа. Остаюсь еще на недельку. Потом наш кореш один, Никита Пес. О, скорость ученщик в бюро. Едет в Вологду на тачке. Я такой, ну, хорошо. В общем, вместо трех дней в Питере, я месяц прожил. Реально, вот весь май я провел в Питере. И это отличное путешествие, что оно не заканчивалось, как бы... Ну, и спонтанное. Что оно продолжалось, да, спонтанное. И я с кайфом, как бы, пожил. Вообще, спонтанность путешествия, это супер круто. Потому что, когда ты все что-то распланировал, что-то придумал, никогда не идет как нужно. Спасибо, что там что-то двигают в соседнем окне. И поэтому я могу рассказать про свое любимое путешествие. Скажи, пожалуйста. Да, потому что... Не это же слушать. Вот это не это же слушать. Самое главное, что я что-то говорил, они там начали что-то двигать. У меня просто мысль потерялась. Я такой, ну, сейчас расскажу про свое лучшее путешествие. Ну, спасибо, ребята. Короче, самое лучшее путешествие, это на поезде. На поезде. Огромной тусовочкой. Когда мы гоняли от студ-клуба Финнека, там давали путевок, человек на 30-40, да, Гошан? Да. И мы гоняли на 10 дней, на 2 недели. Я гонял в Одессу, в Евпаторию. И снова в Одессу. Я вот так гонял. Да, да. Только я, по-моему, первую Одессу у тебя не было, а в третью у меня не было. Ну, очень важно. Короче, все в том, что мы офигенно гоняли. Просто супер, как бы, такой приветливый был коллектив. Все офигенно тусили. Все, ну, это прям просто была такая коммуна, которая офигенно ржала, тусила. И мы с Гошаном тогда как раз и суперски познакомились. Помню момент, который нас сблизил. Это когда мы возвращались после тусовки в Трумане, да, это на побережье. Ну, ладно, рассказывай, это хорошо. Короче, Гошанчик блевал из окна автобуса, которая, типа, возвращала нас в наш санаторий, на 16-й фонтан. И... Отлично запомнился. Да, и Гошанок было очень супер, мега плохо. Гошанок сразу же из автобуса ушел в номера отдыхать. А я потом взял ведерочко и вытирал блевоту. Гошанок с этого автобуса, который... Подожди, автобус припарковался, и я водитель ждал, пока ты вытирешь блевоту? Ну, я сразу же это сделал, типа, быстро. Там, короче, водитель, мы как-то, он всех нас возил, там до хера людей к нему набивалось в этот автобус. Микроавтобус. Он как-то всех нас знал уже. И, типа, сразу, когда уже мы из бара садились, и я был в таком состоянии, он понимал, что, типа, вот этот парень будет блевать. И как-то все договорились, что вот, там все вытрут, вот это вот все. Ну, и я был тем человеком, который вытирал. И поэтому, вот это путешествие, просто, о! Вот это дружба! Повод для дружбы. У меня теперь максимально скучная история получается. Давай, никто не блевал там, да? Да, вообще, абсолютно. Но почти все путешествия были кайфовыми, и можно было бы рассказать про то, как сейчас гоняли в Италию. Наверное, одно из лучших топ-3 точно. Еще в топ-3 поездка на Евро-2008, как раз, где сбор на Россию заняла третье место. У меня даже есть видео об этом на канале. Но это как-то скучно. Самое крутое путешествие, это моя первая Европа в седьмом году. Мне папа сказал, просто, типа, через месяц едем в Германию. Я это вообще никак не воспринимал. Ну, думал, какая-то просто идея его. Потом он говорит, ну, собираю вещи, мы завтра летим в Германию. Я как-то знал, что это произойдет на весенних каникулах, но почему-то я этого вообще не ждал. То есть, мне казалось, что это невозможно. И обычно же как, путешествие ночью, да, куда-то летишь? В Турцию, там, в 5 утра. Да, в 4 часа ночи едешь на такси в Череповец. Да, или так, да. А тут просто посреди дня папа говорит, я вызвал такси, вот у нас сегодня самолет, летим в Германию, во Франкфурт на Майне. Я такой, как интересно, нихера себе. Прилетаем в Германию, ну, просто вот впервые я там очутился, вечером мы там сидим в отеле, жрем пиццу. Я такой, думаю, нихера себе, я в Германии. Потом мы оттуда поехали просто в Дюссельдорф. И папа говорит, завтра мы, типа, ложись спать пораньше, в 7 утра едем в Голландию. А я как себе это представлял? Тебе, чтобы оказаться в другой стране, нужно, условно, вернуться из Германии в Россию и полететь. Заново границу пройти. Да, думаю, что за бред, какая нахрен Голландия. Ну, просто подумал, что папа хочет, чтобы я заткнулся. Ложусь, значит, спать. В 6.50 меня папа расталкивает, говорит, у тебя 15 минут, зубы почистил, шмотки собрал, едем в Голландию. Я говорю, ну, смешно. Думаю, блин, что вообще он придумал, видимо, какой-то другой немецкий город поедем. Вышли, прошли 100 метров, подъезжает туристический автобус, мы садимся, 7 часов пиздячим в Амстердаме оказываемся. И я такой, это же реально Амстердам. Ну, что так можно вообще. Проститутки, травка! А там реально, первое, куда повезли нас на этой экскурсии, ты идешь, и там вот в витринах стоят эти женщины. Красные фонари. Да, да, да. Вот, и, причем мы там, условно, 5 часов походили, говорят, все, в автобус обратно, 7 часов едем. Ну, то есть, однодневная экскурсия, и ты засыпаешь, вернее, просыпаешься и засыпаешь в своем номере в Дюссельдорфе, но при этом в течение дня ты побывал в Голландии. Для меня это было ни хера себе. Потом мы также съездили в Париж, но на 2 дня там еще переночевали в этом Париже. И я такой, эйфелева башня, блин, это вообще возможно. И тогда это было, конечно, максимально впечатляюще, потому что как-то мне казалось, что, в принципе, путешествия в Европу, но они тогда не были такими массовыми. Ну и какой год ты в итоге был? 7, после 2000, сколько там уже лет назад, 2015, 2016? 1015 лет назад, ага, понял, блядь. Ёп, твою мать! Вот поэтому я и ненавижу путешествия. Вот, тогда я вернулся через 10 дней максимально окрыленный, охреневавший. Больше всего меня поразил тогда MediaMarkt, потому что там уже тогда можно было трогать девайсы, и там были... Это самое главное в жизни, Паша. В общем, это Дилда, да, девайс? Да, конечно, естественно, да. Да, и по мотивам MediaMarkt розового, открылись розовые кролики как раз по всем углам в Петербурге и подворотням. Вот ты открыл, получается, в MediaMarkt ты все купил? Вот, ну, и тогда я такой приехал, я приехал, чувствовал себя слегка выше своих одноклассников, потому что прекрасно понимал, что никто из них ни в какой Европе ни хера не может. Ну, и тем более подросток за лето. За весну, за 10 дней. Да, получается так. Миленько, душевненько. Мы еще не обсудили такой... Ты же ответил уже на этот вопрос? Конечно. Мы еще не обсудили такой вид путешествий, как туризм, типа, вот с палатками в лес. А мы не будем долго обсуждать, мне кажется, это, да? Все это не любят? Ну, у меня есть друг, Антон Владимирович Идасеев, он посмотрит этот подкаст, ему огромный привет. И уже второе лето подряд, что происходит? Раньше он уезжал в походы в Карелию или там на Воксу на три дня. То есть, едет, две ночи переночевал, вернулся. Потом он почему-то, года с 18-го, решил, что два дня это мало для того, чтобы очистить душу. И он едет на 10 дней, например. Причем не на Воксу, а туда, где нахер нет связи вообще. Причем он говорит, связь будет пробиваться, я буду что-то писать. И вот в этом году, как и в прошлом, он уехал 14 июля. И до 25 июля он вообще никак не проявлялся в сети. И я был уверен, что его сожрали медведи. Или затоптали какие-нибудь олени, лосик, ну кто там еще есть. Или он утонул нахер. То есть, я уже готовился проводить какой-то ресерч, он должен был вернуться с 28-го. То есть, искать, с кем он пошел в этот поход. Искать каких-то знакомых, дежурить у подъезда. Ну, просто пропал человек. Обзвонить всем органам. Да, это как вариант. И тут он такой, типа, пишет смс-кой с другого номера. Говорит, Паша, что-то нихера не ловит. Расскажи, что в мире произошло за последние 10 дней. Это Антон Федосеев. И я такой, слава богу, он жив, как же это замечательно и чудесно. Вот. И он это обожает. И я когда-то, когда мне было еще лет, наверное, 18-19, я ему говорил, ну вот, может быть, мы когда-нибудь пойдем с тобой в поход на 2-3 дня. Но сейчас находятся такие походы, что ноль шансов, что я соглашусь на такую дичь. Десять дней. Десять дней без девайсов. Без интернета, да. Это вообще невозможно. Да нет, ради меня он тоже, наверное, не пойдет. Ну и я уже тоже, наверное, не пойду. Ну какие нахрен походы? Вот это лопухом потираться. Нет, спасибо большое. Друзья, ты тоже ненавидишь, что ли? Я, ну, я не люблю, да. Ну ты, мне кажется, понимаешь, что я, типа, не такой человек. Но я просто хочу рассказать одну историю. Я знаю, что ты ее любишь небольшую. Даже не о любви, а о том, насколько я не приспособлен к таким путешествиям. Мы однажды поехали вот так тоже студенческой компанией большой с палатками в лес, ты понял? И вовсе на озеро. Да, и я думаю, так, мы едем с палатками, надо что-то, как бы, в чем ехать? Думаю, так, ну джинсы не подойдут, там еще какие-то брюки, я там на работу хожу, нет, куплю штаны. Так, ну холодно, там еще будет, куплю, короче, еще худи какое-то, вот. И я, значит, заехал перед этой поездкой с палатками в галерею, купил там худи, такое стильное достаточно, и штанишки стильные. Вот, ну и приехал, а там все, как бы, в дерьмовые одежды. Ну, и типа в зимних куртках. А я думал, ну май, в Питере тепло уже, как бы, хорошая погода, я еду, ну вот, тепленькое худи купил на всяких случаях. Вот, а там реально люди в двух пуховиках, типа, сидят, а погода при этом, солнце такое же, и я надеваю новые худи свои, все, типа, Гоша, ну ты, ну, типа, когда переодеваться будешь? Я такой, у меня нет больше одежды. А это какой год примерно? Это 15-й. Вот, и типа мне начали собирать там какие-то других людей, там, с трупов, возможно, замерзших, одежду, и типа, и все ржали, что а что ты так приехал? И Саша в какой-то момент увидел чеки, что я, блядь, это еще и новая одежда, которую я купил, чтобы поехать в лес, в палатке жить. И как бы Саша рассказал это всем, и все надо мной ржали, издевались, гнобили меня, что я купил новую одежду, стильную, модную, чтобы поехать в лес. А чем закончилась история? Ты из говняков один? Ну, наверное, из говняков, но она не то, чтобы была суперкрутая. Это был не Фред Перри. Да, это был не Фред Перри, естественно. Ну, и Пори Армани хотя бы был? Нет, я не то, что это поцелуру. Ну, это какой-то был, типа, просто, этот, не знаю, Эйчик, допустим. Эйчик это супер. Ну, давай, главный фанат турец. Ну, я жесткий фанат, естественно. Меня, причем, еще родители отправляли в походы, когда, типа, на байдарках садишься, и сплавляешься, вот тоже, по Воксе, да, или по какой-нибудь такой реке в Ленинградской области, это все происходит дней 10, и ты на котелке вот это готовишь все, дрова таскаешь в лес, ну, это реально вот это, выход из реальности, да, такой вот, и это супер, я не знаю, я кайфую. Опять же, можно походить в говняной одежде. Не вечно же его Фред Перри. Просто вопрос. Нет. Все понял. А что ты спросил? Федосеев ли у него фамилия? Ты уже забыл, кто такой Федосеев. Не, я знаю, кто такой Федосеев, но я в итоге Федосеев? Да, конечно. Ну, ты сказал, что это и нет. Ну, значит, все-таки я Федосеев. Короче, да, я Федосеев, потому что я жестко обожаю ходить в походы. Ну, блин, а что вам рассказывать? Я не знаю, ну, лопухом потирать жопу я обожаю, реально, это супер. Мне кажется, это гениальная еще история. А чем можно, кроме лопуха? Чем ты потирал? Бумагой, чувак, я беру с собой бумагу. Ну, это вообще неромантично. И тебе хватает на весь поход? Бумаги? Ну, на самом деле, я не хожу на походы, походы вот так вот там по 2 недели часа. Чтобы срать. Чтобы, вот именно. Я просто себе лекарства сделаю так, чтобы у меня жесткий запор 2 недели. Короче, да, что там, я в последнее время там вообще не хожу. И мне этого не хватает, я скучаю. До этого я еще ходил в Гусиное озеро, да, ежегодная была поездка там на 3 денька. Но опять же, это супер, там огромная тусовка. И все тусят в лесу. А правда, что была какая-то туса с ловлей рыбы, и Артем Нечаев специально взял серые штаны, чтобы на костре при всех нассать в эти штаны? Чистейшая правда, но это было не на костре, это было на причале. И как это происходит? Ты видел своими глазами? Да, да, мы сидим просто чилим на причале. Там нас человек, наверное, 6-7 было. Все отдыхают, подтягивают пивко, скорее всего, что-нибудь такое. И тут Артем Нечаев захватывает все внимание, говорит, друзья мои, там все дела, типа, я вот заготовил номер, речь. И он так говорит, что вот очень прекрасно тусим, и вот поэтому, типа, вот сейчас произойдет перформанс. И в итоге он просто встает и обоссывается в штанах. Это было классно. А ему аплодировали, какая была реакция? Ну, конечно, все в восторге были. Но это же супер перформанс, разве нет? Вот ты такое видишь, вот вы оба такое видите, как ваша реакция? Я бы максимально сейчас обалдел, конечно. Ну, обалдел бы, но в каком ключе? Я бы в восторге был. Вот, конечно, восторг. Конечно, восторг. Артем Нечаев гений. Артем Нечаев, в следующий раз, пожалуйста, обоссрись. Раз уж мы начали рассказать историю про обоссывание, я вспомнил похожую историю про нашего другого друга Романа Гоглоева. Так. Когда мы в Финский залив пошли купаться. Конечно. И, ну, в этих шортах, плавках, типа, идем. И я там, как бы, далеко идти. Да и Гоглоевич, в принципе, жестко хотел ссать, потому что, типа, он прям, ну, пошел купаться, в частности, еще потому что можно было пассать. Да, и он, типа, говорит, ну, давайте зайдем, как бы, чтобы уже окунуться. И, как бы, я пасу вот через плавки просто в воду. А далеко идти, чтобы... Ну, метров сто пятьдесят мы точно прошли. Идем, идем, да. Нам по колено максимум. Да, ну, и Гоглоевич просто начинает ссать вот так вот в плавке. Даже не дойдя, не погрузившись в воду. Вот. Пожалуй, это лучшее, что мы можем рассказать о путешествиях. Но последний вопрос, друзья, от каждого. Так. Одно место, где всем надо побывать, и одно место, где никому бывать не надо. Давайте я скажу просто. И потом зрители будут уже кайфовать слушать вас. Давай. Какое побывать, окей. Я придумал, сейчас расскажу. Но какое не побывать, это странно. Потому что мне, в принципе, нигде не было так, что я такой максимально отвратный. Ну, типа, побывал где-то, ничего страшного. Нет, Белград хорошо, все, нормальный городок. Просто не Питер. Может быть, у меня нет такого ощущения от других городов, потому что я, как бы, знаю, что я просто вернусь потом в Питер. Ну, а где-то вот, да, вот, ну, где-то не очень жить, где-то там прикольно. В целом, пофиг. Вот. Но я решил, типа, что я расскажу про город, в который я после окончания универа устроился на работу. И меня и работал, меня послали в командировке в Ярославль. И я что-то, вот сейчас я понимаю, что нормальный город, все в порядке. Но метро мне показалось, какой-то такой унылый, как-то растянущийся. Да, я помню, ты не видел его. Там что-то, ничего такого прикольного не было. И, как это, знаешь, вот, какой-то здоровый город, но при этом провинция провинции. И я даже в Вологду гораздо больше котирую, чем Ярославль. При этом я понимаю, что на самом деле сейчас, что это просто мои какие-то личные были загоны, потому что Ярославль вообще в полном порядке, все там нормально. Очень много церквей красивых, древних. Офигенный город. Вот. А где надо побывать? Опять же, с той же работой. Меня послали еще в командировке в Подвыборг, где... Интересно, что Ярославль это где не надо. Подвыборгом. Да, подвыборгом. У-у-у, все едем. Подвыборгом там есть знаменитейший среди меня ПГТ Советский, поселок городского типа Советский. Я жил в самом центре ПГТ Советского, прям в элитнейшем доме Хрущевки, скорее всего, на первом этаже. И там просто красивая природа. И там вот, типа Карелию, если вы хотите, приезжайте в ПГТ Советский. Там прям супер. Там озера, там Финский залив рядом, там леса сосновые офигенные, рыбалка. И там просто супер кайфово. И вы приходите в этот ПГТ Советский, и вы понимаете, что это такой абсолютно советский городок ПГТ. ПГТ, довольно логично. Вот, и там внутри из таких вот достопримечательностей, наверное, только бюст летчику Советскому. Одной женщины. И очень красивый и большой бюст одной женщины. Ну так вот, бюст Советский, то есть этот ПГТ Советский назван не в честь Советского Союза, а в честь летчика, которого фамилия Советский, видимо. И вот, собственно, вот туда придите, поклонитесь этому Советскому, и идите гуляйте по природе, офигенное местечко. Всем рекомендую. Пашок. Ну, если говорить какие-то ужасные места, я только два знаю, это Адлер. То есть... Это Адлер, детка. Это Адлер, это вообще какая-то жесть. Если вы вдруг настроены побывать в Сочи, просто езжайте в Сочи, и живите в Сочи, и кайфуйте от Сочи. Просто я в Адлере был в 17-м году, мне папа анонсировал, что мы едем на Мальсборн России против Бельгии, и едем как раз в Сочи, но он мне не сказал, что мы жить-то будем. Вот тут он меня обманул конкретно, если в 17-м году он меня наколол меня, так скажем, в каком-то позитивном смысле, что типа мы едем, мы едем, мы действительно поехали в Германию. А тут он говорит, мы едем в Сочи, а что-то мы ни хера не приехали в Сочи, мы жили в Адлере. Это просто вообще какая-то залупа мира, это крах, просто дичь. Там нет ни одного заведения, где можно похавать, которое бы называлось не столовая, просто столовая. Сейчас всё жёстко изменилось, если что. Да, за 6 лет изменилось? Бывал в Адлере? Да, да, я был в Адлере. Всё, рекомендация, вернее антирекомендация снимается. Тогда, ну не надо ехать в Хайфу, живите в Тель-Авию, вот так скажу. Если мы говорим про Израиль, например. А если искать какие-то места, где надо побывать, ну площадь Микеланджело во Флоренции, просто ёбнешься. Вот я насколько, вот такая культурная рекомендация просто ёбнешься. Насколько я не оценитель всякого вот этого духовного барахла, но там прошибает прям максимально и от вида, и от того вообще, насколько там кайфово, насколько там ты себя ощущаешь, знаешь, свободным, таким, ну всё вообще отступает максимально. Да, главное, красиво очень всё вокруг, красота просто стукшибательная. Абсолютно балдёжная, и есть же флорентийский синдром, связанный с произведениями искусства, что ты видишь какую-то картину и просто начинаешь течь в оргазме. Синдром Стендаря, по-моему, называется. Ну, вроде, может быть, да, но это типа неофициальное название флорентийский синдром. Ну вот, мне кажется, у Артёма Нечаева был уже с синдромом Стендаря на рыбалке. А я его словил даже без каких-то картин. Без серых штанов. Без штанов, да. Вот. Туда можно съесть. Если в России, где было бы максимально балдёжно, даже не знаю. Ну, хочется сказать, что, например, в Гатчине на проспекте 25 октября, но это будет неправда. Скорее всего, человек, который там никогда не бывал, и которого с Гатчиной ничего не связывает, он туда приедет, скажет, ну проспект... Может, в Виллазе, просто для того, чтобы там поорать в Виллазе, когда въезжаешь туда? Конечно, да. Естественно. У меня будет такая рекомендация, и рекомендация, и антирекомендация будет максимально... Не то чтобы спорными даже, но, возможно, всё это придётся вырезать. Я не знаю, чисто из-за такой обстановки в мире. Рекомендация, где, по-моему, надо побывать каждому. Супер город с отличным вайбом Одесса. Ну, реально там было супер. Два раза мы там были, там было отлично. Мы были капец, когда всё было ещё хорошо. Да, до 2014 года. Как бы представляешь этот город по всем рассказам, он как бы верен всем этим байкам. Какой-то такой вайб, в то же время он вполне современный, такой модный. Но он и современный, и модный, при этом как бы как Петербург. Там у него архитектура капец красивая тоже. И при этом южная природа. В сериале Шулер есть Одесса, можете посмотреть. Потому что в Одессе вряд ли мы с вами в ближайшее время, наверное, побываем. Это правда. И антирекомендация. Не хочу быть хейтером в Вологодской области, своей любимой. Поэтому Череповец. Но есть маленький город Грязовец, куда мы случайно заехали из Ярославля. И случайно на тачке в ночи заехали в Грязовец. Я вспомнил сразу, что в Грязовце снимали советский фильм «Город Зеро», куда герой приезжает. «Город Зеро» это как советский Твин Пикс. Герой приезжает и не может выбраться из этого города. Он как бы застрял в городе. Любые пути не ведут из города. И я очень боялся, что мы не выберемся из Грязовца в итоге, как герой фильма «Город Зеро» и останемся там навсегда. К счастью, все-таки мы сейчас не в Грязовце в Санкт-Петербурге. Удалось. Поэтому всем хороших путешествий. Да, и подписывайтесь на канал, на этих замечательных людей. И что еще? А все, у нас больше нет тем? Да послушайте, все. Панки Хой, друзья мои. И Огоршок. Какой положительный? Огоршок умер. А Цой? Жив. Да я не знаю. Всегда Бухой и... Анита. И Анита Цой. Панки Хой, Анита Цой. Все, заканчиваем. Ну похвать.